Хочу записать слово для Церкви, для настоящей невесты Иисуса Христа. Скажу сразу, что это слово, возможно, не всеми будет принято, но я верю, что многим это слово будет по сердцу. Хочу говорить о настоящей Церкви, действительно, людях, которые являются невестой Иисуса Христа, которые ждут и любят Господа, о роли Церкви в это последнее время, накануне наступления Скорбной Седмины и роли Церкви как невесты, согласно определению Библии, как удерживающего в это последнее время, удерживающего наступление зла, которое должно развернуть всю свою мощь как раз именно во время наступающей Скорбной Седмины. Я верю, что это время очень близко, и я верю, что Церковь невеста Христа будет забрана до того, как наступит это время, и нам как Церкви осталось недолго, чтобы дождаться нашего возлюбленного, нашего жениха, и это послание для тех, кто сейчас проходит серьезные испытания, и кому сейчас нелегко, но они в каждом дне двигаются верой, доверяя свой день, свою жизнь Господу. Мы знаем из Писания, что действительно развернуться злу по максимуму сейчас мешает Дух Святой и настоящая Церковь, настоящее тело Христа, которое еще находится на земле, потому что именно через таких людей Дух Святой и действует, и сдерживает сейчас силы зла в это последнее время. И вот тут я хочу провести такую аналогию, привести такое сравнение для того, чтобы проиллюстрировать следующую мысль. Я допускаю, думаю об этом, это мое мнение о том, что возможно сейчас именно Церковь в первую очередь и на физическом, и на духовном уровне ощущает вот это вот давление, наступление этого зла. Многие верующие, испытуемые очень сильно в физическом плане, здоровьем. Многие проходят очень тяжелый финансовый кризис, душевный, моральный, кризис семьи, кризис отношения с близкими людьми и духовный кризис. И со стороны теплого христианства это может казаться чем-то странным и свидетельствовать о каких-то духовных проблемах, о грехах этих людей. Возможно, вы слышите в свой адрес упреки, и вы видите, как многие так называемые успешные верующие, которые сейчас доверяют Господу и которые так благословлены Господом, отворачиваются от вас, потому что они не видят вас, людей интересных, людей, которые мыслят так же, как они, успешных людей, людей, с которыми просто интересно и полезно, престижно общаться. Не переживайте, должность ему быть. И тот пример, ту иллюстрацию, которую я сейчас хочу провести, она заключается в том, что действительно Бог сейчас в настоящей церкви попускает держать этот удар, быть примером для тех верующих, которые сейчас теплые, которые сейчас не имеют близких отношений с Господом, но которым буквально через короткое время понадобится вера, понадобится сам Бог, понадобится действительно настоящая сила, не сила денег, не сила связей, не сила успеха или каких-то христианских достижений, а настоящее помазание и водительство Духа Святого, потому что, вступив в скорбь, они окажутся неготовыми и будут зубами выгрызать откровение, которое поможет им выжить в это время тяжелое. Я верю, что, возможно, во время скорби, так, скорее всего, наверное, и будет, у людей, у церкви, у верующих, которые останутся здесь, у них не будет или практически не будет возможности иметь Писание, смотреть ролики на Ютубе, читать какие-то христианские книги. И единственным свидетельством, которое будет у них перед глазами, в их памяти, это будут те люди, возможно, те друзья, те близкие, знакомые, может быть, какой-то ваш родственник, который на ваших глазах совершал путь веры, но еще буквально несколько месяцев назад вы смеялись над его безумием, над его глупостью, над его духовным младенчеством, а теперь его подвиг веры, он станет тем единственным примером, за который, зацепившись, вы сможете продолжить свой путь, благодаря которому вы сможете выжить, благодаря которому вы сможете сохранить веру в Господа и в конечном итоге не погибнуть с неверными. Так что же происходит сейчас с теми людьми, которые посвящены Господу? Почему они проходят такие испытания, платят такую цену и совершают такой подвиг страданий? Пример, который я хочу провести, иллюстрацию, она заключается в следующем. Представьте себе большой дом, в котором живет большая семья, внутри дома присутствует благополучие, счастье, всем хорошо, все не заботятся о том, что происходит вокруг, живут в своем мире, и они полностью удовлетворены своей жизнью. Но в этот же самый момент в эту дверь ломятся грабители, которые хотят похитить этот мир, разрушить этот микроклимат, уничтожить эту семью и ваше имущество. Они очень сильно налегают на дверь, пытаются плечом выбить ее, но семья, которая находится в дальних комнатах, они даже этого не слышат. Они счастливы, у них все хорошо, они строят планы на будущее. Вся испытание сейчас, все удержание этой ситуации приходится именно на эту дверь. И после того, как эта дверь будет выбита, это зло беспрепятственно хлынет в эту семью, в этот дом. Так вот этой дверью и являются сейчас те верующие, которые в своей жизни, испытывая, претерпевая духовное и физическое давление со стороны сил зла, сдерживают эти силы до того момента, пока Господь не заберет свою невесту. Именно они и сейчас и являются теми, кто уже в этом мире на себе испытывает эту скорбь. И Бог допускает это именно по той причине, о которой я говорил выше, чтобы впоследствии своим подвигом веры, своими лишениями, своими страданиями быть примером для тех, кто остался в этом доме, кто беспечно встретит разбойников и грабителей, встретит это зло, которое обрушится на их головы. И единственным, как я уже говорил, спасительным примером будет подвиг веры тех людей, которые совершали этот подвиг, живя верой и доверяя свою жизнь Господу даже в страданиях каждый день. Для таких людей это будет прекрасный пример того, что им делать, как им теперь выжить в той новой ситуации, в которой они оказались. Им понадобятся ответы на новые вопросы, на новые вызовы жизни, которые прямо буквально предстанут перед их глазами. Им нужно будет думать о том, как действительно доверять Богу в свою жизнь каждый день и каждый час. И вот тогда они вспомнят своего знакомого Виталика, свою знакомую семью Ивановых, или, возможно, какую-то Марью Васильевну, над которой они раньше смеялись и считали странной, потому что она постоянно твердила о какой-то скорби, о приближающихся гонениях и, самое главное, о том, что скоро грядет наш жених. Эти люди ждали своего Господа и подвигом своей веры, ценой своей жизни прокладывали путь для тех, кто, оставшись на скорбь, все-таки получит шанс от Господа, точно так же, совершив подвиг веры через свое покаяние, через свое обращение к Господу, последовать за Господом и послужить Ему в должной мере, которую Господь определил для них. Подобные примеры веры мы видим в Новом Завете, видим также и в Ветхом Завете. Это пример о жизни Иосифа, это пример жизни Иоа, это пример жизни Иоанна Крестителя, который был очень странным для мира, но своей жизнью свидетельствовал о том, что за ним идет тот, кому он не достоин развязать ремень на сандалиях, но который ценой своей жизни, отдав ее за нас, даст нам возможность примириться с Отцом. Прекрасный фрагмент из Нового Завета говорит о том, что Он, Господь Иисус Христос, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Так и сейчас нищета и так называемая убогость настоящей истинной Церкви Невесты Иисуса Христа послужат богатством для тех, кто будет жадно искать, всем сердцем искать этого понимания и этой веры во время скорби, когда она застанет их внезапно. Той Церкви, которая сейчас теплая и находится в отступничестве по отношению к своему Господу, но которая пробудится во время скорбных страданий, когда через забранную и открытую дверь в их жилище, в их жизнь хлынет всепоглощающее зло. В послании к евреям написано о том, что тех, кого весь мир не был достоин, в свое время скитались по ущельям и пещерам в скалах. Но, тем не менее, эти люди были действительно настоящим благословенным примером, и они, благодаря своему подвигу веры, своей молитве несли на руках весь мир. Церковь Невеста Иисуса Христа, я ободряю тебя сейчас пройти эти страдания. Братья и сестры, не обращайте внимания на то, что говорят вам другие. Кто бы ни были эти люди? Какие-то пастырьки, которые сейчас засели в своих общинах? Какие-то проповедники, раскрученные на ютубе? Или, может быть, ваши друзья? Такие успешные христиане, которые сейчас, если и не тыкают прямо пальцем в вас, но на самом деле в своих мыслях осуждают ваш образ жизни? Братья и сестры, Невеста Иисуса Христа, держись, Господь грядет. Еще немного осталось. Дотерпите до конца. И Писание говорит о том, что вас ожидает великая награда, великая награда к подвигу веры, который вы сейчас совершаете. Держите, что имеете. Наш Господь Иисус Христос близко. Братья и сестры, вытерпите это. Он любит вас. Господь не забыл. Он грядет, чтобы воздать каждому по делам Его. Он грядет, чтобы обнять вас, как своих детей. Он сейчас с вами. Он тоже в этой жизни, на этой земле прошел такой же путь, как и вы проходите сейчас. Давайте это примем с честью. Давайте совершим это ради Него, потому что Он когда-то это совершил ради нас. Он любит нас. Он скоро грядет. Держитесь. Господь близко.